Белодоводы 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 Снова танцевать Пришла пора Мы будем Вместе Веселиться До утра Открыли Пенни для всех Гостей Повсюду Радость Смешных Затей Могни на фон Минуты Не молчи И радость Затачи Музыка Звучит Вновь приходит Праздник Костя к нам И все поют Идут и танк Снова танцевать Пришла пора Мы будем Вместе Веселиться До утра Музыка Музыка Цветы Моня Веселый Дразник Я Приветствую Веля Незобраня Вновь приходит праздник, вновь всегда И все поют, и ждут их там Снова закрывать пришла пора Мы будем вместе веселиться до утра Вновь приходит праздник, вновь всегда И все поют, и ждут их там Снова танцевать пришла пора Мы будем вместе веселиться до утра Мы будем вместе веселиться до утра Здравствуйте! Здравствуйте! Это значит здоровья, добра вам Это значит, мы рады вас видеть сейчас И вниманием вашим гордимся по праву И любуемся светом улыбок и глаз Сегодня необычная встреча Мы отмечаем юбилей нашей школы И начнем с переклички гостей нашего праздника Уважаемые сотрудники, ветераны педагогического труда Все те, кто связывал свою жизнь с лицеем столичной Мы вас приветствуем! Мы рады видеть в зале всех почетных гостей Которые на протяжении 25 лет Способствовали росту, рождению, процветанию нашей школы Приветствуем выпускников школы С праздником вас! Приветствуем бурными аплодисментами Коллектив учителей, учащихся нового века И наших любимых родителей Мы приветствуем всех, кто празднует наш юбилей Всех, кто здесь сердце частицу оставил Всех, кто в этих стенах без меры и правил себя не жалел Растворяясь в работе Не думал о славе, наградах, почете Чей труд в море знаний вливался по капре Спасибо, друзья, всем, кто в школе собрался 25 — это совсем не мало Для храма знаний возраст юных лет Сколько детей здесь школа воспитала Дала путевки очень многим в свет Сегодня может встретиться два друга, которые не виделись давно Кого-то встретит первый ваш учитель А кто-то встретит первую любовь Пусть будут встречи, удивления Пусть будут шутки, будет смех И эти чудные мгновения объединят сегодня в школе всех Нам исполнилось 25 лет Для мировой Эстонии это может быть всего лишь краткий миг Но для нас это целая жизнь Юбилей школы — это не только своего рода историческая веха Но и рубеж, перейдя который мы можем оценить пройденный путь Вспомнить добрым словом тех, кто посвятил свою жизнь и педагогический талант родной школе И, конечно, уточнить планы на будущее Ах, чего только не было с нами Первый шаг, первый класс, первый вальс Все, чего не расскажешь словами, фотографии скажут за нас В школе при Российской академии образования открылся первый центральный филиал Тогда в лицее училось всего 35 человек Занятия проходили после обеда У младшей школы уроки заканчивались 7 часов вечера А старшие и средние просиживали до 9 Лицей столичный, сначала задуманный как скромный проект, не остановился в своем развитии И в марте 1993 года в живописном подмосковном месте было организовано круглосуточное обучение детей С проживанием на базе, с полностью оборудованными классами Столовой, спортивным залом, конным манежем, бассейном Пансион стал активно участвовать в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях Прекрасный педсостав, отработанные годами методики работы с детьми в условиях круглосуточного проживания Все способствовало высокому качеству обучения и хорошей воспитательной работе Школа-пансион-лицея «Столичный» не один раз признавалась лучшей школой в России с круглосуточным пребыванием детей И снова руководство лицея планирует о создании новых территорий Учебных заведений для качественной подготовки дошкольников и начальной школы В 1996 году был открыт новый филиал на Коломенской, который назвали школой будущего К середине 1997 года здания школы на Коломенской и территории были приведены в соответствии с требованиями к образовательной организации Построили спортивный комплекс, включающий большой и крытый спортивный зал в размер профессионального теннисного корта Помещение для игры в настольный теннис, тренажерный зал, крытый бассейн с подогревом, открытый теннисный корт с профессиональным покрытием и трибуны для среди К марта 1999 года во всех филиалах лицея обучалось почти 800 ребят Три филиала лицея каждый год боролись за переходящий кубок – серебряную сову Чаще всего побеждали ребята из пансиона В 2003 году в школе будущего были подготовлены помещения для средней и старшей школы А позднее и подразделения для желающих учиться с полным проживанием В 2005 году лицей Столичный был признан одним из лучших лицеев Москвы Среди них государственных и государственных образовательных организаций Работал потрясающий педагогический коллектив Лицейская кафедра иностранного языка была одной из лучших в Москве В школе работали блестящие преподаватели математики, филологи, преподаватели естественных наук В 2009 году наша школа заслужила достойное звание Центр образования, который включает в себя широкий спектр услуг В 2012 году школа переехала в здание государственного детского сада Которое занимала частная школа интеграм При организации эта школа пошла в состав лицея Столичный О, дружище, я не вижу, сколько лет Блин, а ты откуда здесь взялся? Подрос, подрос Добрый день, не подскажете, который час? Подождите, я вас где-то видела На фотографии выпускников в конференц-зале в нашей школе Слушай, как приятно, что вас узнают, да? Так, а ты подвигай? На физкультуру Мы в свое время физкультуру прогуливали, да, Гриш? Да, бывало, бывало А что мне мешает? Тоже не пойду Тем более, у меня уважительная причина Мне очень интересно узнать о лицее у вас Как раз недавно сюда перешла Так, лицей, да? Тебе рассказали что-нибудь про лицей? Да Хорошо, мы обзнакомимся Вот тебе концов Диана Я Гриша, я выпускник не так Я закончил школу 21 год назад Это очко А ты? Меня зовут Лина Ардиана Очень приятно А ты я, Лина Ардиана? Я закончил школу, по-моему, Гриш Если ты 21, то уже почти 20 лет назад 20 лет? Ну как давно это было? Что рассказать про лицей? Вот сегодня лицей 25 Да Смотри, как здорово, что 25 лицеев Это член века И сегодня в этом зале Собрались люди, которые являются первыми учителями Новым поколением Со всем подрастающим поколением Которое, возможно, когда один придет в отлице снова Вот тому ребенку 6 месяцев, кстати, я узнал Ну что? Наверное, тоже сюда пойдет Это мы узнаем скоро у родителей Ну вот скажи, пожалуйста Вот какие сейчас дети? Да все такие же, как и вы были когда-то Веселые, озорные Старщики просто обожают спорт А малыши настоящие артисты ПЕСНЯ 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 А вы скорее любите нас Вам круто полезло Ну-ка все вместе Уши развесьте Лучше похорошими Хлопайте в ладоши Мы ПЕСНЯ ПЕСНЯ Продолжение следует... 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 Прошло как один миг. И первое, наверное, что я должен сделать, это сказать огромное спасибо всем тем людям, с кем мы открыли эту школу, сделали этот проект. И школа живет, здравствует, и я надеюсь, что будет жить еще много-много-много десятков лет. Сегодня здесь очень кратко говорили небольшие реперные точки развития школы, но я хотел бы подчеркнуть всего несколько моментов. В нашей школе мы открыли многие вещи, которые сегодня в России кажутся обычными, но в тот момент это была совершенная новизна. Ну, например, наша школа-пансион в 1993 году, это была первая школа-пансион в Новой России. В 1996 году мы открыли филиал школы в городе Астана, Республика Казахстан, и это был на тот момент первый международный филиал частной школы в России. В нашей школе в 1998 году группой сотрудников мы создали систему, которую назвали школа-веб, электронный журнал, электронный дневник. Мы были разработчики этой системы, выстроилась очередь из директоров школ, которые хотели, чтобы эта система была внедрена в их школах, а сегодня эта система внедрена во всех 40 тысячах школах России. Я могу еще много рассказывать о том, что сделано прекрасным коллективом нашей школы. Это и система общественной школы, которую разработали мы, это и система общественно-профессионального аудита и аккредитации частных школ. Это в конечном итоге и ассоциация некоммерческих образовательных организаций регионов России, которая в этом году исполнилась 20 лет. Мы являемся, наша школа является одним из учредителей этой ассоциации, а сотрудник нашей школы уже много лет возглавляет эту ассоциацию. Так что в школе есть чем гордиться. Я уже не говорю о рейтингах, которые вы увидите все, почитав вот эту книгу, о рейтингах, где мы признавались лучшей школой и России, и пансионам, и детским садам, и так далее, и так далее. К 25-летию школы я написал, вот книга называется «Это все наш лицей». Сегодня, после окончания праздника, на выходе, вам всем предложат пакетики, где будет несколько книг. Одна из книг нашей выпускницы, девочки, которая училась у нас с детского сада, почти 13 лет, закончила школу, окончила два высших учебных заведения, сегодня работает у нас в школе, она написала книгу сказки, стихи, вот эту книжку мы вам предложим в этой раздатке. И там же будет вот эта книга о истории создания школы, о ее жизни, о том, что удалось, что не удалось, победы, поражения. Мне бы очень хотелось, чтобы история школы была не забыта, и лет через 150, может быть, будет уже несколько таких книг, а может быть, одна большая. Но те факты, которые я здесь изложил, они не канут в лету. Мне, конечно, очень приятно, что в этой книге есть слова наших выпускников. Перед, за два месяца где-то до праздника, мы разослали анкету с просьбой ответить на несколько вопросов. Как сложилась жизнь, есть ли память о школе, воспоминания какие. И вот многие откликнулись. Далеко не всех, к сожалению, выпускников мы смогли охватить, потому что в нашей школе, в наших филиалах училось более тысячи выпускников. И в этой книжке я смог привести только около ста отзывов. Вы, естественно, почитаете, что пишут ребята о школе. Но я хотел бы в заключение один только отзыв зачитать. В 2012 году закончил школу этот выпускник. Вот он пишет. Школьные годы – наиболее яркие картинки прожитых лет. Обдумывая пройденный путь, мы невольно оцениваем, а правильно ли мы поступили, верную ли дорогу избрали. Если речь заходит о школе, выпускником которой мне посчастливилось стать, в голове нет ни одной отрицательной ноты. Столичная целиком и полностью оправдывает свое звучное название. Огромной гордостью является тот факт, что мои школьные друзья и товарищи живут во всех точках мира, легко пробивая себе дорогу в светлое будущее. Лицей дал нам самое главное – уверенность и силу делать свой выбор и не бояться вступать в борьбу за лидерство. Именно эти качества выгодно отличают выпускников нашей школы. Великолепные условия труда, уникальный состав преподавателей и семейная атмосфера сделали школьные годы не трудом, а образом жизни. Уверен, что каждый из нас с огромным удовольствием стремится к новым знаниям и вершинам. Столичный – это путь, и пройти его не только удовольствие, но и большая гордость. Читая такие отзывы, понимаю, что все люди, которые отдали свой труд, свое умение, эти 25 лет, работали не напрасно. Это великое счастье, когда выпускники пишут такое о своей школе. Я еще раз огромное спасибо говорю всем тем, кто работает, работал в нашей школе. Спасибо вам за ваш труд, здоровья, благополучия, любви, всего самого-самого доброго, ну и успехов нашей школе. Я хотел бы пригласить на сцену одного человека, с которым 20 лет назад мы открыли школу в Астане. Тогда это был маленький провинциальный город, сегодня это блестящая, великолепная столица Казахстана, и наша школа, наш филиал, там занимает почетное место среди лучших школ города, 340 детей учатся, 350 в школе. Я с удовольствием приглашаю сюда не только человека, который стал партнером мне на 20 лет, но и стал по-настоящему большим другом. Хаким Жакевич Садуакасов. Здравствуйте, дорогие гости, выпускники, родители. Мы живем все вами. Вами, учащимися, которые приходят, которых приводят родители. Я всем вам хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, удачи, успеха. Долголетия, чтобы вас всегда дома ждали, с вашим приходом дома становится всегда теплее. Педагоги, низкий поклон вам. Потому что среди учителя может понять только человек, любящий учителя. понимающий его, знающий его. И я всегда преклонялся, и когда не был учителем, я всегда благодарил. Ну, это приходит со временем. Я не скажу, что я с 5 лет начал сразу всех благодарить. Нет, я чуть позже, когда закончил школу, я понял, что труд этот непростой, нелегкий. Но бывают моменты, когда думаешь, вот ради этого стоит жить. Ну, сказать от нашего города тоже привет. Астана, в переводе, столица. И как-то получилось так, что и лицей нас столичный называется. Поэтому все, наверное, как-то благоприятствует всем этому. Я хочу пожелать долгих лет лицею. Берегите его. Правда, берегите. Аплодисменты Прекрасное, далеко Не путь ко мне жестоко Не путь ко мне жестоко Жестоко Ребят Почни с тобой Стока Прекрасное, далеко Прекрасное, далеко Я начинаю Слышу голос Прекрасное, далеко Пусть Пусть Прекрасное, далеко Я Слышу голос Но не спрашиваю Строго А сегодня Что для завтра Сделал я Прекрасное, далеко Не путь ко мне жестоко Не путь ко мне жестоко Жестоко Ребят Почни с тобой Сколько прекрасно и далёко, Прекрасно и далёко, Я начинаю. Я не душу стану чище и добрее, И ветерей не брошу в руках никогда. Слышу голос и шум, а то скорее, По дороге на льдой не взглядай. И в нас стоит далёко, И пусть там не жестоко, И пусть там не жестоко, Жестоко не будет. А чистого истока, Прекрасно и далёко, Прекрасно и далёко, Я начинаю. А чистого истока, Прекрасно и далёко, Прекрасно и далёко, Я начинаю. А чистого истока, Прекрасно и далёко, Я начинаю. Однозырное небо и снежные горы, Бескрайних полей золотые просторы, Закаты, как сказки, и звёздные ночи, Рассветы и сны, как красавицы очень. Там вольные ветры и быстрые реки, Яркое солнце, широкие степи, Манящие тайны святые озёра И лос виноградных, витые узоры. Там свято хранятся традиции предков, И люди плохие встречаются редко. Там радость, так радость, Беда не беда, Гостям в каждом доме там рады всегда. Там разные нации в мире живут, Там вечные ценности, знания, труд. Самая лучшая ты на земле, Родина-Матушка, Слава тебе! Спросите, где это, и я вам отвечу. Краткой, но убедительной речью. Осы-маган-полы-отан, Кассия-тежер, Казахстан. Спейте эту землю По высокими ссорями, В песне белого севера С небом пугало ссоревым. С тем, что в сердце прописано, И в орех не стирается, Да с цветными курибами Новый день загадается. Света тебе и радости, Мира и благодетствия, Светы людей хороших, Солнечных дней в судьбе. Желаю тебе, земля моя, Желаю тебе, земля моя, Высокого неба я снова, И счастья желаю тебе. Желаю тебе, земля моя, Желаю тебе, земля моя, Высокого неба я снова, И счастья желаю тебе. Осы-маган-полы-отан, Кассия-тежер, 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 Света тебе и радости, Мира и благодетствия, 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 Кассия-тежер, 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 Желаю тебе Света тебе и радости Мира и благодетствия Ветных друзей хороших Солнечных дней судьбе Желаю тебе, земля моя Желаю тебе, земля моя Высокого неба я снова И счастья желаю тебе Желаю тебе, земля моя Желаю тебе, земля моя Высокого неба я снова И счастья желаю тебе Приминь, приминь, земля. Поченька, да ты во всех нарядах хороша. Такая красивая и пригожая. А ну-ка, повернись. С Богом. Так, а куда это мы тут собрались? Ты домашнее задание на завтра сделала, а сочинение на подпуском написала? Я смотрю, у тебя на уме только одни дискотеки, до тусовки. О будущем-то мы когда думать будем? Батенька, подать луку на ней. Не портите мне настроение. Отец, не трогай нашу доченьку. Пускай сама выбирает себе развлечение. Она у нас и красива, и умна. Пасечка, ты готов? Да. И для туфли. Прости, что ты сказала? Никак тебя не пойму. Ну, бою. Что-что? Катя, а как ты относишься к проблеме поведения России из кризиса? А ты уроки по физике сделала? Нет, никак не могу тебя понять сегодня. Давай-ка пойдем в музей. А кто тебе больше нравится? Боберт, Шантен, Матис, Андрей Руссо? Ну, конечно, Андрей Руссо. Это мой любимый русский художник. Давай-ка, Катенька, я тебя лучше домой отведу. Маленька, папенька. Что тут и рановато? Да я, да мне, да ему вообще не интересно со мной. Ведь могу поддержать на беседу. Ему не интересно со мной никак. Маленька, что с тобой в конце концов происходит? Это ты мне объясни. Да вы мне жизнь, наверное, сломали. Кому я такая понравилась? Кто меня сам уж возьмет? Да отчего же, ты же в хорошей школе учишься. Да потому что я не учусь в лицее-стоничка. Тогда сразу же звони в лицей. Я не буду звонить, мы идем в лицей сейчас же. Then do you think English is the best language ever? Yeah, there is. Как вы? Как вы? Как вы? Най. Ты видел? Это что вы? Да не удивляйтесь, это тоже наши ученики. В лицее мы изучаем несколько иностранных языков. Английский, французский, немецкий и даже китайский. Ты знаешь, я не сильно удивлен, потому что ведь у лицея есть еще филиал Финляндии. Что-то сейчас будет там? И снова новый филиал план. В ноябре 2013 года в Финляндии, в городе Иматра, был открыт еще один филиал лицея-стоничного с возможностью обучать детей по программам средней школы, по дополнительному образованию, по образовательному туризму, по проведению конференций и семинаров. До сих пор филиал радует нас своими выпускниками. Поверьте, сейчас для всех будет неожиданное и приятное знакомство. Встречайте нашу выпускницу филиала Финляндии Элису Каролину. Финляндии Элису Каролину. Финляндия Элису Каролину. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хороший аплодисмент. А, то есть вот дети там, за кулисами, это не просто так, да? Я думал, они пришли меня поздравить. А вот оно в чем дело. А, то есть вот дети там, за кулисами, это не просто так, да? А, то есть вот дети там, за кулисами, это не просто так, да? А, то есть вот дети там, за кулисами, это не просто так, да? А, то есть вот дети там, за кулисами, это не просто так, да? А, то есть вот дети там, за кулисами, это не просто так, да? А, то есть вот дети там, за кулисами, это не просто так, да? А, то есть вот дети там, за кулисами, это не просто так, да? А, да? Поднимите руки, кто в школе получал пятерки? Кто-то хорошо учился. Пятерки, а двойки? А двойки, а двойки. А теперь скажите, кто первую двойку вы получил, помните? Никто не помнит. Ну, ладно, давай, про двойки, про двойки. Давай еще про любимые предметы. Вот у меня любимым предметом была история. История. Диана, вот ты учишься. Вот что такое монархия? Монархия — это когда страной правит король. Угу. А если король умирает? Королева. А если королева умирает? Останется балет, наверное, да? Балет. Все понятно, что тебе было первое время. А как вы думаете, какой у меня любимый предмет? Нет. Не знаю, ну биология. Нет. Информатика или физика? Нет, мой любимый предмет — танцы. Очень люблю танцевать. Танцы? А у нас, кстати, когда мы учились, танцев не было. Ну, мы так подтанцовывали по разным поводам. Ой, ну как же без урока танцев? А танцы красивые это или как? Очень. Очень. Смотри там, да? Да-да-да, че случилось? Ну, да-да-чем. Танцы, танцы, танцы. Кавалер медленно, с достоинством подходит к даме. Пристально смотрит ей в глаза. У дамы веки полуопущены. Голова изящно склонена на бок. Ноги в третьей позиции. Дама склоняется в глубоком реверансе. Хотя нет, впрочем, сейчас достаточно легкого, изящного поклона. Ты видела, да? Кавалер свободно и непринужденно двигается внимателем к своей партнерше. Это что, танец? Это вот так? А что, нет? Нет. Тебе понравилось? Очень. За что люблю возьмать голос? Это будет потрясающе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ча-ха-ха-ха. Dans, 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 hoy tu sueño es real. Dans, 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 abre tu mente. Dans, 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 hoy tu sueño es real. Капа, де-da-де-da! Если ты хочешь bailar, ты выбьешь, бьешь, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, если ученики не меняются, проблемы все те же. Скажите, учителя получают зарплату? Нормально. А, кто-то говорил. Зарплату получают. Несправедливо. Почему мы, ученики, тогда должны за них делать им же задания? Они на нами издеваются. Нормально. Скажи, Ирина, а правда, что ваше ЭГЭ, это как лотерея? Да нет, в лотерее у тебя есть хоть какой-то шанс. Да, мало надо человеку для полного счастья. Но если ты планируешь, то горе от ума. Мальчик, мальчик, куда вы там все несетесь? Куда, куда? На элективные курсы отбавствую. А ты знаешь, что это за штука элективные курсы? А что это такое? Что такое элективные курсы? Думаю, элективные курсы, это... Элективные курсы, это... Вообще, у меня точно не страшно. А он тебе скажет, что без этого, не как просто... Вот что такое элективные курсы. Но я все равно сейчас к Маргарите Васильевне пойду и спрашиваю ее. Да. Элективные курсы. Ну да ладно, маленькие дети у вас какие. Мы маленькие дети! Мы маленькие дети! Нам хочется гулять! А на то я шок один, короче, мантинусы, а я ною по плоти, устал я от этой обузы. Ля-ля-ля-ля-ля, короче, мантинусы, ля-ля-ля-ля-ля-ля, устали от этой обузы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, короче, мантинусы, ля-ля-ля-ля-ля-ля, устали от этой обузы. А все мы на рассвете, убрать бы стол не брать, всем, кто за нас в ответе давно порвает, всем, кто за нас в ответе давно порвает. Мы маленькие дети, научиться гулять, а на горе Афины. Войной машина с парту, а я говорю покинуть, хочу вас скорее в арту. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, войной машина с парту, а с парту, ля-ля-ля-ля-ля-ля, покинуть скорее в арту. Парту, 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 парту. Слова простые эти я буду повторять, всем, кто за нас в ответе давно порвает. Всем, кто за нас в ответе давно порвает. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А у нас говорят, что Волга подойдет в низкое море, а я говорю, что долго не выдержу этого горя. Что встань, говорят, человеком, шагать на новую свеку. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять. Нам хочется гулять, нам хочется гулять. Гулять! 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 Всем удачи! Мне поднимется, что есть какие-то крылатые выражения, которые ставили наказать 25 лет в лицее, ну, такими образующими, которые обычно говорят учителя. И у меня, вот смотри, я здесь набросал, у меня получился АБГД. Вот, например, на А, смотри. А теперь мы немножечко пробежимся по своим хвостам. Да? Или, вот, например, на В. В туалет выпускают только с очень большим желанием на лице. Частые фразы. Вот смотри, у тебя тут на АК. Ну-ка. Как ты не понимаешь? Я же понимаю. Или такая. Кто там бубнит вместе со мной? Да-да, а вот сейчас смотри на АК. Кто из вас хочет в доске? Я сам орешу. А вот это мне очень нравится. Кому нет, признавайтесь. У меня два раза так и сказали. И главное, чтобы кто-нибудь в этот момент за тебя сказал. Уходи за мной. Вот. Вот еще фразочка. Смотри. На Я. Я не могу одна спокойно смотреть. На все это безобразие. Пойду позову директора. Я очень знаю, как ты учился. У тебя эта фраза была очень часто. У меня все фраза остановилась. Слушай, а ко мне как-то из ИЗО приходит человек и говорит... Ну, человек, преподаватель. Человек. Тысяча извинений, ну правда. Вот. И он приходит и говорит. Гриша, так никто не рисует. Надо рисовать на вытянутый глаз. Слушай, а Диана, вот ты же сейчас учишься. Есть какие-нибудь такие вот новые штуки, которые учителя говорят? Да все это же говорят. Ну знаете, мне как-то неловко говорить. Я же еще в школе учусь. На уроке к учителям хожу. Ты испугалась, что ли? Да. Извините, опять. Гриша Жукович, я понимаю не очень. Ну, да. Ну, нет, я не вас не веду. Нет. Да, да, да. Это я не про вас. Это не про вас, это про другого учителя. Уважаемые учителя, не обращайте внимания на шутки. Мы вас очень любим. Вы самые лучшие. Вы само совершенство. Кто от шпетин до младки, Кто от туфеля до шляпки, Элегантный салат меня безума и весьма почтенный. Джентльмен седой. И когда легко и просто Отвечаю на вопросы, Шалуны все подряд Не поближно стоят И молчат в другую. Разноте салют Знайте, я учитель. Знайте, я учитель. Мы ведем совершенство, Мы ведем совершенство. Будут знания из детства, Выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, Ах, какое блаженство. Будет крыть совершенство, Постегать и не вам. Знайте, я учитель. Знайте, я учитель. Кто все классно объясняет, Все отлично понимает, И легко без затеи, Лучше всяких врачей, Всех детей спасает. Летом и зимой, Лучше всяких врачей, Дети могут стать взрослее, Мы для них не постареем. И опять и опять будет нас вспоминать И мечтать о встрече. Пусть пройдут года, Не забыть никогда. Знайте, я учитель. Знайте, я учитель. Мы идем в совершенство, Мы идем в совершенство, Будут знания из детства, Выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, Ах, какое блаженство. Будет крыть совершенство, Постегать и не вам. Знайте, я учитель. Знайте, я учитель. Учитель. Пора наступать, Поехать осеньяя, Искали с обманом пора. Другие доминилостроение, Кышковым шагаем с утра. И в жизни опять что-то новое, И брат, и урод, и друзья. А власть закрещает, Соколение встречает нас, Учителя. Мы научились, я сказала, Всегда стремиться быть, В каждый день и каждый час Мы учимся с утрыть. Учителя, учителя, Ты скажи, где-то я, Учителя, учителя, На ваших душах Деды на землях. Мы в ваших любителей гения, Учитель, читать, не читать. А сколько больше нужно теперь и я, Что встанье нам или нас. Спасибо за ваши старания, Любимые учителя. Учитель, высоко и сладнее, На нашей планете земля. Мы научились, я сказала, Всегда стремиться быть, И каждый день и каждый час Мы учимся всю жизнь. Учителя, учителя, Мы скажем, где-то я, Учителя, учителя, На ваших душах Деды на землях. Мели бы ключи подыскивать Сердцам нашей детской страны, И видно, что были так искренне В проводу сбою влюблены. И в сердце навеки останется Любимая шкафа моя, Где преданные даты славы славы, Встречают нас, учителя. На учительстве, что она, Всегда стремиться быть, И каждый день и каждый час Мы учимся всю жизнь. Учителя, учителя, Мы скажем, где-то я, Учителя, учителя, На ваших душах Деды на землях. Учителя, учителя, Мы скажем, где-то я, Учителя, учителя, На ваших душах Деды на землях. Вы все хорошо знаете эту песню. Вот одна из тех историй, о которых люди спорят, и не день, и два, а много лет. Началась она так просто, не с ответа вопроса, до сих пор на них ответов нет. Почему стремятся к свету все растения на свете, а чего к морям спешит льва? Как мы в этот мир приходим, в чем секрет простых мелодий, я бы хотела знать, как льва. Замытая круг, ты назад посмотришь круг, того видишь окна свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, но вверх на них не жди, как у дедных дорог сумел пропить красот. Открывались утра двери и тянулись вверх деревьев, обещал прогноз, но свет, но сной. Замытая круг, ты назад посмотришь круг, там увидишь окна свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, но в прошлых лет от них не жди, Камни против их дорог сумел пропить красот. Если солнце на ладони, если сердце звуков тонет, ты потерян для обычных дней. Тебя сияет полночь, и звезда сбежит на помощь, возвращая дом к тебе друзей. Замытая круг, ты назад посмотришь круг, там увидишь окна свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых лет от них не жди, Камни против их дорог сумел пропить красот. Свой мотив у каждой птицы, свой мотив у каждой песни, Свой мотив у неба и земли. Пусть стихает время лица, нас бросая мысль утешит, Мы услышать музыку своим. Замытая круг, ты назад посмотришь круг, там увидишь окна свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых лет от них не жди, Памни против их дорог сумел пропить красот. Замытая круг, ты назад посмотришь круг, там увидишь окна свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых лет от них не жди, Замытая круг, ты назад посмотришь. Помнил, ты назад посмотришь, Пусть удалю, Энке галинок, И мне в пятницу не собирает что-то убьем. Пусть идут дождь, Пусть чуть позже, И путь в последней разной разной. А что будет? А ты сейчас увидишь. Я учусь на нашей лице, и уютная атмосфера добрых учителей, своих школьных друзей. В школе я обязана лучшими воспоминаниями. Мне очень нравится учиться в нашей школе, потому что в ней я получаю знания, развиваюсь, и там много моих друзей. Мне хочется рассказать о педагогах нашего лицея. Иногда кажется, что они очень строгие с нами, но, несмотря на это, мы их очень любим. И уважаем. Ведь они стараются научиться многим вещам, которые пригодятся в жизни. Они добрые и мудрые. К ним всегда можно обратиться за советом и помощью. Я считаю, что хороший и дружный коллектив способствует хорошей учебе. Я желаю всем, чтобы в каждой школе, в каждом классе отношения были такими же, как и у нас. После занятий в школе мы всегда переписываемся с одноклассниками. Звоним друг к другу, иногда вместе ходим в кино. Я очень горжусь тем, что у меня такая прекрасная школа, где я чувствую себя как дома. У нас маленькие, но дружные классы. У меня мудрые, добрые учителя. Наши учителя очень хорошие и замечательные. Вот если бы во всех школах были бы такие педагоги, то всем детям понравилась бы учеба. В школе много интересного. Например, мы ездим на экскурсии, к нам приезжают театры. В моем классе учатся пять девочек и три мальчика. И несмотря на разногласия, живем мы дружно. На уроках наша дружба заключается в помощи друг другу и совместных проектов. А после уроков мы выходим на улицу погулять и поиграть в разные игры. Я считаю, что наш класс самый дружный. И думаю, что даже после окончания школы мы будем общаться с другими. Наш лицейк – активная школа, которая не только дает знания, но и старается сделать каждый учебный год отличным и интересным для детей. Поэтому у нас много чудесных праздников, которые мне очень нравятся. Я очень люблю свой лицейк – это лично. И даже через много лет буду с теплотой и благодарностью вспоминать его. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Облака мороз Облака мороз Облака мороз Облака мороз Это все наш лицей Мурый день Здесь землей Это все наш лицей Где мы станем давлей Истиннее и всерьез Всех друзей Облака мороз Всех друзей Облака мороз Всех друзей Истиннее и всерьез Наши аплодисменты Друзья Ваши счастливые лица Останутся с вами Ваши глаза Сияние глаз Мы будем беречь Мы в этот час Не прощаемся с вами А говорим До свидания Голос 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 Голос